Бензин в России подорожал в пределах прогнозов из-за повышения НДС деловой климат экономика 19.14.10 января 2019 года бензин в России подорожал в пределах прогнозов из-за повышения НДС Фото, Кирилл Калиников, РИА Новости Розничные цены на бензин в России в январе выросли на 1,7% в соответствии с протокольным решением совещания у вице-премьера РФ Дмитрия Козака Об этом в интервью агентству ТАЗ заявил президент Российского топливного союза Евгений Аркуша Это для цели компенсации роста НДС На это и выросло, строго копейка в копейку, сказал он Слова Евгения Аркуша подтверждаются данными ФАС, по оценкам которой, рост розничных цен на бензин в регионах России с 1 января 2019 года не превысил 1,7% В ряде регионов, с 1 января 2019 года, мы отфиксировали рост цены в размере не более чем на 1,7% Преимущественно это регионы европейской части России, заявил ТАЗ начальник управления по топливно-энергетическому комплексу ФАС Дмитрий Механин Исследование рынка, проведенное агентством Интерфакс в регионах страны, показало, что причиной роста стоимости топлива в начале года стало увеличение НДС, как и прогнозировалось ранее Так, в Амурской области произошло повышение розничных цен на АЗС на бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо в среднем в пределах 1,7% В Якутии с 1 января также выросли цены на бензин АО Саханифси Газбыт, принадлежит Якутии в лице Министерства имущественных отношений Согласно прайсу на сайте компании, цены на все виды топлива выросли на 1,2 рубля Цены на АЗС на Сахалине выросли на 1,61,7% В Томской области в начале января на 1,6% выросли розничные цены на зимнее дизтопливо В Хакасии в первый рабочий день 2019 года произошел рост цен на зимнее дизельное топливо, ДТ По сравнению с 28 декабря прошлого года стоимость зимнего ДТ выросла на 0,8 рубля, 1,7% По данным УФАС Карачаева Черкесии, в республике с начала 2019 года рост цен на бензин в среднем составил 1,5% В Башкирии на АЗС розничные цены на топливо выросли на 0,6-0,8 рубля В Ставрополе цена на бензин после праздников увеличилась ориентировочно на 70 копеек за литр На АЗС Лукоила в Ставропольском крае сообщили, что цена за бензин увеличилась также в пределах 70 копеек Повышение цен на бензин, минимальное, но неизбежное как снег, идет во всех странах, прокомментировал ситуацию генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин Однако в нашем случае следует сосредочиться на важных деталях Было соглашение ВИНК с правительством о заморозке цен и оно выполнено При этом, президент РФ информировал участников рынка, что грядет повышение НДС на 2% по инициативе того же правительства Что и объясняет новогоднее повышение цен на топливо в пределах 1,5-1,7% Эксперт отметил, что судя по всему, такое повышение было заранее оговорено И, собственно, удивляться тут нечему При этом, частники на рынке начали мутить воду и пытаться ловить в ней рыбку Я имею в виду слухи на рынке о том, что цены продолжат расти Это является попыткой создать кризис на ровном месте и, конечно, в корне деструктивно, добавил он В конце 2018 года на большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин не исключил роста цен на бензин в начале 2019 года на 1,5% из-за повышения НДС Да, возможно, какая-то корректировка, связанная с ростом НДС в начале января, говорил президент о стоимости нефтепродуктов Я не думаю, что она будет значительной в районе 1,1%, не более того При этом он отмечал, что правительство должно будет внимательно следить за тем, что происходит на внутреннем рынке, на мировом рынке Кроме того, Центральный банк РФ заявил, что увеличение налога затронет все сферы экономики, рост цен произойдет на все товары, в том числе и автомобильное топливо, подстегнет инфляцию В июне 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства предложил увеличить НДС Сейчас базовая ставка НДС 18%, предлагается сделать ее 20%, заявил глава правительства Позже министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что такое повышение НДС позволит увеличить доходы федерального бюджета более чем на 600 миллиардов рублей в год, начиная с 2019 года